вот такие вот бабочки у нас получится в итоге которые будут украшать мой тортик зайкой ну а как мы будем делать смотрите дальше сегодня по многочисленным вашим просьбам мы будем делать вафельные бабочки для этого нам понадобится тонкая вафельная бумага красители у меня тут разные цвета проволока 26 размер и вот такие шаблончики то есть я их уже скачала я вам потом скину там ссылочку где можно их скачать размер там будете уже смотреть регулировать потому какой вам нужен ну это уже по ходу пьесы и так берем наш шаблончик прикладываем его к вафельной бумаге и вырезаем полосочки нужной длины после того вот нарезали полосочки не советую брать больше трех штук то есть три это максимально потом бумага рвется но как бы не то что рвется она просто некрасивый рваный край получается поэтому лучше всего по 2 брать в принципе мне так удобней все так на каждый на каждое крылышко нам нужно будет два кусочка то есть мы их между собой будем склеивать так что сразу рассчитывайте этот момент то есть вот это у нас одно крылышко а это у нас будет другое крылышко не забываем что все это должно быть в зеркальном отражении так далее аккуратненько вырезаем вообще для вот этих бабочек я всегда оставляю после печати всякие обрезки все это очень удобно потому что не нужно переводить чисто ну как бы новые листы то есть у меня есть файлик в этом файлике я храню всякие обрезки вот печати на тортике это у нас одно крылышко это теперь будет другое крылышко не забываем я специально сделала одно цветное одно как бы такой грязной стороны чтобы не путаться чтобы каждый раз вырезать все правильно ну и конечно я сделала специально разных шаблончиков потому что когда бабочки одного и того же вида не очень интересно смотреть как бы больше мне нравится когда то уже разных таких так вот у нас получилась одна бабочка вот так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Вот важный момент еще хочу сказать У бывательной бумаги одна сторона глянцевая, а вторая шершавая Так вот нам надо будет склеивать шершавая к шершавой стороне То есть когда вы режете на пластинке, помните о том, что у вас должна быть не только крылышко То есть не забываем о зеркальности Но и бумажку тоже между собой обязательно складываем так, чтобы потом можно было ее склеить Иначе у вас просто будет куча кусочков, которые некуда будет сеять Ну и все вот так вот в принципе Вырезаем Можно конечно обвести карандашиком там, я не знаю, еще чем-нибудь по бумаге Мне кажется это лишний труд, то есть проще вот держать, ну по крайней мере мне так То есть макет и вырезать непосредственно Можно больше вырезать, ну как бы несколько сразу бумажек Но опять же я повторюсь, появляется здесь вот такой рваный край И в итоге потом это смотрится не очень красиво То есть мне кажется лучше немножечко заморочиться и получить красивое крылышко, чем поспешить И в итоге получить не очень красивое Ну и думаю сейчас я наврезаю этих макетиков, чтобы не тратить ваше время Так, теперь мы берем проволоку 26 номер я использую И примеряем к нашим будущим крылышкам То есть я советую делать побольше размер Потому что неизвестно какого размера вам понадобится бабочка Лучше пусть она будет подлиннее Так что в принципе я вот свою проволоку просто даже вот так вот напополам Я считаю, что будет очень даже хорошо Так, разрезали проволочку Так, здесь у меня водка в стакане Смачиваем кисточку Но не надо, чтобы она была сильно мокрая То есть она должна быть просто слегка влажненькой Потому что если будет очень много водки То бумага просто начнет раскисать Ну и в принципе она будет дольше сохнуть Так что хорошенечко смазываем водкой Прикладываем нашу проволочку Прикладываем второй кусочек вафельной бумажки И вот так вот хорошенечко разравниваем Опять же помним, что мы приклеиваем Шершавые стороны к шершавой стороне То есть здесь у нас остается глянец Если вот такие вот пробелы Значит еще раз смачиваем кисточку Засовываем его туда И еще раз проклеиваем все это дело Потому что все должно быть четенько смазано Все должно быть склеено Не должны быть такие разрывы Потому что когда мы их начнем красить красками Эти разрывы просто станут гигантскими Станут еще больше Так, берем вторую часть Шершавая сторона Смачиваем кисточку Использовать лучше всего, конечно Кисточки ненатурального ворса Потому что натуральный ворс Он оставляет очень часто ворсинки Чтобы вот этого не происходило Лучше всего использовать ворс искусственный Видно вам здесь в камеру Вот такие вот пробелы Это очень хорошо И еще почему лучше сильно не смачивать изначально водкой Потому что будет дольше сохнуть бумажка Чем дольше она сохнет, тем дольше мы с ней не можем работать То есть нужно дождаться, пока полностью высохнет вафельная бумага Потому что если мы начнем сразу делать декор красителем То она просто-напросто раскроется И будет тяжело с ней работать То есть советую дождаться полного высыхания Ну, а я пока буду все склеивать Вот такие вот беленькие заготовочки у меня получились Так, наши заготовочки подсохли И теперь можно их красить Для этого берем краски Я использую Америкоколор Капаем их на палитру И сделала я вот такую штучку Я взяла 200 грамм водки И смешала ее с двумя чайными ложками Декор геля Тогда получается, когда мы будем наносить Этот краситель на наши заготовочки Он будет не так быстро сохнуть Благодаря декор гелю И еще получается, он будет дольше не засыхать И если наши крылышки начнут деформироваться Не в ту сторону То мы всегда сможем их хорошо подровнять И к тому же декор гель дает такой как бы глянцевый блеск Мне очень нравится Так, я налила палитру красителей Смешала их с моей смесью геля и водки В этом стаканчике у меня ватичка Я буду в ней полоскать кисточку после каждого цвета И обязательно нужно вафельное полотенце или салфетки Или может быть, что вам удобно Для того, чтобы вытирать кисть после того, как она побывает в воде Итак, первую я хочу сделать такую нежно-рузовенькую Интенсивность я, как вы видите, специально не стала полностью все размешивать А сделаю только небольшое количество размешала Для того, чтобы в случае чего я всегда могла кисточку в краску И смешать ее с более плотным цветом Так, чуть-чуть голубого Также не забываем о том, что какие-то цвета сочетаются, какие-то не очень То есть, если розовый с голубым дают красивое сочетание фиолетового То, например, тот же самый розовый с зеленым дадут коричневый цвет Так что, если вам не нужна коричневая бабочка, то лучше не забывать об этом Чтобы получилось потом все красиво Окрашивать, ну, тут, мне кажется, можно на свой вкус и цвет То есть, вы можете либо делать по какому-то определенному шаблону Либо, например, как я Так, как вам больше нравится То есть, рисовать свои взоры Делать своих бабочек Придавать им свою окраску Которая больше нужна вам по стилю и оформлению тортика Придавать им свою окраску Так, эту бабочку я решила сделать такую желтую-зеленую Начнем Так вот Делаем основной цвет Следующий будет зеленый Сейчас мы с вами просто тонируем А уже более подробные узорчики Мы будем делать после того, как наши заготовки опять же подсохнут То есть, вы видите, все очень сильно размокает Я знаю, что многие девочки делают более сухим способом Но мне нравится больше, когда все-таки такие акварельные маски А при сухом способе их очень сложно получить Поэтому я работаю в нескольких этапах Но зато получается очень интересно Можете делать так же Можете сделать более сухим способом То есть, кисточку мочим очень-очень мало И практически рисуем Можете сделать более сухим способом Можете делать более сухим способом Продолжение следует... 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 Продолжение следует...